Здравствуйте! Всем привет! Сегодня мы вам будем вещать про третью редакцию Вармашин Хорд. Как все стало плохо. Будем ныть, реветь, что надо докупать очень много моделей, ну и заодно чуть-чуть по бэку расскажем. С чего начнем? Начнем с того, что в принципе, что из себя представляет третья редакция, то есть какое именно продвижение вообще занял это, в чем отличие по факту от второй от третьей. С бэковой точки зрения, по таймлайну прошло совсем чуть-чуть, да, там четыре. Но начало третьей редакции это через два года после событий и последней книжки. Ну и вот она развивается там еще в течение нескольких лет. Еще двух лет примерно, да. Да, собственно закончилась война с Криксом, там полностью его выбили с континента, ну как полностью. Ну как обычно, где-нибудь досидит, но никто не знает где. По новой открываются противостояния между всеми фракциями. Из очень важных моментов у нас сменилась власть Сигнари. Винтер попытался в очередной раз захватить власть у короля Лето. В результате Винтер погиб, Лето сошел с престола, а на престол посадили бастар Винтера Юлия. Лето при этом при нем, как это правильно, консорт, не консорт? Ну в общем, при нем советником остался, да. Но власть находится у Лето, в честь Юлия. Да. В связи с этим даже уже вышел один из первых тематических армий, вот буквально в науквотере 60 тем, армия наемников Кингмейкера, которая позволяет собственно поиграть тематически все этой гапшой, которая совершала государственный переворот Сигнари. Ну да. Очень все весело, очень боково. Вот. Собственно, по-бойку все очень простенько. То есть, если хотите более подробно узнать, лучше почитать вышла новелла. Называется, по-моему... Кровь королей. Да, Кровь королей, Блату Закиндс. Как раз про Винтера. Ну, собственно, спойлер, да, последние его года. По правилам же здесь изменения, можно сказать, и... Масштабные. Да, и масштабные, и в то же время незначительные. Потому что, как таковых их немного, но зато они кардинально меняют, в принципе, всю игру. Вот. Первонаперво нам разрешили все мерить, то есть, если раньше у нас дозволено было мерить control-радиус... Ну, и несколько там в формальных условиях, когда там... Ну, да, и в миссиях всякую мелочь еще можно было мерить. То вы теперь сказали, да, зачем это париться? Мерьте все. Более того, можно не просто все мерить, можно еще выкладывать любое количество токенов, прокси и прочее. Ну, сам проще, да, прокси базы. Все фигни. Главное, чтобы ее не было, когда начнется время оппонента. Все померил, оставил, убрал. Ну, можно замерить все. Это достаточно удобно, это сильно меняет вообще геймплей в каком-то плане. Ну, по правде, это все просто упрощает. Ну, да. Ну, приватируем, нацелились на то, чтобы легче было привлечь новых игроков, которые еще не так хорошо знакомы с различными варгеймами. Ну, и, в принципе, чтобы привлечь к себе из других варгеймов народ. Простота системы зачастую это облегчает. Больше народу, больше проданных миничек. Все круто. Приватируем вообще попытались сделать систему в каких-то пониманиях проще. Убрали очень странное взаимодействие между правилами. Проблема в том, что в некоторых случаях, по-моему, они переборщили с упрощением. Ну, поэтому они обещали, собственно, примерно каждые полгода выпускать Рату. Придется в любом случае. Потому что будут всплывать всякие лукколы и прочее. Собственно, первая Рата уже есть, да, и она закрывает, действительно, многие такие самые очевидные дыры. Самые модёжные моменты, которые, в принципе, должны быть очевидны. Но чтобы не было возможности читать неправильно, они все-таки выпустили Рату. Хотя в Рате сразу поменяли одному из кастеров фит полностью. Это немножко странно. С одной стороны, да. С другой стороны, они его даже обосновали на форуме, на профильной дискуссии, что наша задача была сделать сильный фит, а не сделать вам возможность с какой-то там долей вероятности убить оппонента на первый ход. На самом деле, фит стал сильнее. Просто теперь он не позволяет на первый ход попытаться убить оппонента. Да ладно, что-то можно. Если оппонент дурак, всё может сделать. Ну, на второй, не на первый. Ну, почему? Если он на первый ход побежал вперёд? Ну, да, и ты ходишь вторым, но если он на первый ход побежал вперёд больше, чем на 12 димов, огромное количество Растеров может убить на первый ход второго игрока. Короче, неважно, мы чуть-чуть увлеклись. Да. Вот, собственно, из изменений. Первое, pre-measure. Второе, кардинальные изменения. Убрали, по факту, всю мораль. Да. То есть, как показатель CMD, ну, так как таковое лидерство осталось. Он остался. Есть правила, которые с ним взаимодействуют по-прежнему. Ну да, по факту, это всё ещё радиус от этого лидера, в котором должны модельки, собственно, находиться, чтобы эффективно действовать. Новые правила, связанные с CMD, потому что параметр CMD остался у соляков, даже те, которые с ним никак не взаимодействуют. Но пока, да, мораль. Как? Ну, и по факту были выпилены правила, спецправила, как террор и, соответственно, Abomination. То есть, теперь своих испугать нельзя, врагов испугать нельзя, целый пласт ростеров просто пошёл нафиг. Ну, больше всего страдает, конечно, Ходор. Doom River, все мы их любим, 8 пачек под вторым бучом. Полностью изменили всё-таки видение некоторых фракций за счёт перебаланса модели. Ну, это уже изменения не кардинальные, а именно изменения в USR. То есть спецрулы, которые тоже многие претерпели изменения, некоторые довольно сильно, некоторые совсем чуть-чуть, но вкупе это всё оказывается очень сильными изменениями. Там, например, Hunter больше не игнорит леса. Вот, что там ещё? Драг с пулом. Да, драг с пулом, как и были, так и остались по факту. Драг после дэмэджа, пул после хита. Просто у нас теперь единственная модель, которая релевантна, что она делает это после дэмэджа, это Глеон. У кого-то ещё осталось, я не помню. У этого колосса конвергенции, но там пункту, поэтому там не релевантно. Ну, как говорится, после дэмэджа всё? Нет, можно же всякие спецправила поигнорить дэмэджа. Поигнорить дэмэджа, да, согласен. В целом по спецправилам можно сказать, что приватеры попытались дать каждой модели нишу. Не всё у них получилось, но в целом они попытались сделать как можно меньше модели, которых вообще не играбельны, потому что у них есть альтернатива, которая делает всё то же самое, но лучше. Ну, попытались. Вот, что ещё? Ну, из таких ключевых изменений тоже, они, ну, сделали так, что не попытались, а именно сделали. Так что вам, ну, эта игра будет уже про джеков и бестов. Да. Потому что, ну, их придётся брать намного больше, чем вы это делали во второй редакции. Причём они это сделали как кнутом, так и пряником. Ну, Вася, как всегда, всё испортил. Теперь нужно монтировать дофига. Здоровося, помахай рукой. Привет, привет. Здорово, привет, здорово. Всем привет. Вася покушал, доволен. Продолжайте. Спасибо, что разрешил. Они сделали это как кнутом, так и пряником. Если кнут заключается банально в увеличении кастерской скидки, то бишь объёма ростров, который вы обязаны взять в варнауны, то пряник в различные дополнительные плюшки. Увеличилось количество плюшек, которые взаимодействуют только с батлгруппой, действуют только на зверели бестов. Опять же, общевармашевское правило поварап. Короче, теперь растира из вармаша, которые мы берём на скидочку варкастера, мы берём джека за 5-6 очков, а остальные 50 забиваем пехотой. Извините, чуваки, не получится. Теперь у вас с увеличением формата в два раза и стоимостью в два раза, вам до 75 очков. Это на пехоту и всё, что угодно. И минимум 27-28. Это джеки. Это спокойно может у вас запихать два тяжёлых джека. Ну, так как теперь их прокормить намного легче, то это не так критично. Что характерно, если раньше всяким варнаун спамом славились орды, их как раз станет значительно меньше, потому что порезали фури-менеджмент. А вот варджек спам будет процветать. Собственно, уже процветает. Ну, мы уже проверяли. Варджеки всё равно слабее варбистов. О-хо-хо-хо. Прошла уже парочка турниров по новой редакции. Вот. Первый ещё был даже до выхода стартеров, до того, как они появились. Ну, то есть как, в день, когда они вышли примерно он проходил. Вот. Поэтому ни у кого на руках их не было, конечно же. Карточек новых ни у кого не было. Играли по сливам, либо по War Room. Вот. Ну что. Показало, да, что старые ростеры не то, что не играют. Их чаще всего просто не собрать. Поэтому надо менять мышление, надо думать головой. Вот. Составлять новый ростер. Ну, в течение полугода, скорее всего, мета устаканится более-менее. Опять же, выйдут новые тематические армии. Всё очень просто пройдёт ВТЦ. Сильные игроки выложат свои ростеры. Слабые игроки начнут их копировать. Мета устаканится. Вот. Ну, может быть, через полгода там какое-нибудь обновление выйдет. Скорее всего, к ближайшему, ну, к следующему lock'n'load'у уже обещали там какую-то книжку крутую. Новые минички. Заветился третий гаргант у троллей. Так что будем... Обещают новую фракцию. Ой, будет что-то страшное. Ну, не будем спойлерить домыслами, потому что они всё равно домыслами. В общем, приватеры пытаются сделать, например, то же самое, что сейчас творится у этого Games Workshop, когда у них там каждые полгода выходят какое-то хорошее обновление и все прям вот покупают-покупают. А, дайте сюда. Хорошие наборы, прикольные изменения метагейма и всё такое. Ну да. К тому же они сейчас активно наседают на то, чтобы пропиарить новый формат. Champions тоже привязаны к быстро ротируемой мете, когда у тебя раз в полгода меняются четыре кастера, ты можешь играть в этом формате только этими четырьмя кастерами. Я не думаю, что у нас будет... Ну, в мастерсе ты мог брать другие, но если ты брал одного из четырех, у тебя были плюшки, а здесь жуткий рестрикт. Другое дело, что как у нас не был мастерс особо популярный, я не думаю, что у нас будет сильно популярен на Champions. Ну, он довольно ограничен сам себе. Один раз в полгода, почему нет? На этом всё. Всё? Да. Подписывайтесь, ставьте лайки, что ещё у нас там интересного. Спасибо, лавочке Sky, где мы сегодня опять сидим. Да, покупайте вот это, а не литьё. Что ещё? А, ну, играйте на красивом трене, играйте по красам, не покупайте плоский трен, а-та-та. Хотя, приватир нас сейчас заставляют его покупать. Ну, что поделать? Он удобен, к сожалению. Всё, спасибо. Пока-пока.